Сначала растягивается, разминается периферия. То есть, смотрите, прежде чем потянуть мышцу бедра, лучше сначала потянуть мышцу голени. Тогда бедро тоже лучше будет видеть. А уже потом тянуть акцентированную мышцу таза. Ну и то же самое с ассоциальным концом. Прежде чем входить в глубокий прогиб, лучше сначала растянуть бедро. Лучше растянуть прямую мышцу бедра. Лучше сначала размять плечи, растянуть малую другую мышцу. И только потом входить в полный прогиб. Понятно, да? Логика. То есть, не стоит начинать с полного поста. Туда и сюда. Значит, вы должны понять две вещи. Во-первых, не все люди одинаковые победы. Не все люди одинаковые. И если попадаются такие барышни, которые могут проделать две тренировки подряд на одной зефирке. Вот. Ну, во-первых, не все все могут сделать. Не у всех есть подвижность. У некоторых есть инцидуальное настроение от бедного сустава. Человек никогда не сядет в шпагат. У некоторых в рожденной ошибленности позвоночника он никогда не встанет в мост. А, и второе, что вы должны понимать, что крутая поза не говорит о хорошей осанке. Я мог делать полные мостики. Я вообще делал все, что угодно. Почти как. Не знаю. Андрей Сильверский там. Словно, да? Ну, может, на руках не сжимался. Но плечи мне я бы застудил. Способность сделать внешне крутую позицию не говорит о нормальной осанке. И так. Желательно не деформировать сильно позвоночник. На сайте есть материальчик техники безопасности. Я рекомендую его посмотреть. Но, в целом, не стоит запрокинуть шлем. Не стоит упораться на какую точку головы сильно. То есть, давление макушкой, бородком, в пол. Ну, кто-то пусть на фотках это делает. Но, то есть, если у вас повреждается крепление черепа, то, в общем, это все. Ну, это навсегда. Чего даже дальше не спрягивать. То есть, сильно углублять себя в поясничный прогиб. То есть, если вы делаете прогиб, каждый позвонок должен идти выше или назад. Ну, конечно, вверх, не более вверх и назад. Получается, что если вот это все идет вверх-назад, а там внизу идет вниз-назад, то где-то встречается акцент, да, и третий позвонок, и третий поясничный у вас лентин. А, значит, если в постменопаузе барышня не принимает гормонозаместительную терапию, то очень быстро развивается остеопороз. Ну, мы рассмотрим, вот, по другим причинам развивается. Но, после 50-ти лет довольно чистые сплотанные переломы позвонков, процент не скажу, ну, процент не маленький, сплотанные переломы позвоночника. То есть терапорозия, особенно у женщин. Чаще всего летит третий поясничный. Поэтому, который, ну, видимо, был бы дворитик, но вот эти вот вещи лучше нет. И мы сейчас начнем боковой наклон. Как мы говорили, у людей часто сокращено расстояние между реберами и тазом. Поэтому, если у вас и так сокращено, вы еще будете делать боковой наклон с наездом ребер на тазом в сторону, то у вас там позвоночки еще сильнее где-то компрессируются. Так ли делать не будем? Итак, ноги вместе. По-моему, становится теплее вам, не кажется? Вот, отлично. Мы вышли. По технике тоже, по телевизору, прогиб. Давайте остановимся на этом магните. Очень важно. Значит, у нас есть разный тонус разных мышц тазу. Возьмите себе одну тонутацию, вторую на поясницу. Попробуйте разные маневры, которые у вас... Ну, если у вас поясничный прогиб в норме, значит, в норме. Ну, базовые маневры. Сжать ягодец так, что вы сжимаете пластиковую карточку. Не ухудшается состояние поясницы. Не стала ли она более сильно углубленной, либо, наоборот, не стала ли она плоской. У кого встала, значит, не сжимайте. Попробуйте меня, я посмотрю. Дальше. Положили себе руку на локтонную кость. Теперь твердые ножки. Чуть-чуть подвинули ее вперед. Не ухудшилось ли в пояснице что-нибудь? Не стала ли она сильно прогнутой или не сильно плоской? Если стала, меняем этот маневр. То есть, люди разные. У нас с вами не занятие по диагностике. У нас это заняло до двое суток. Но, к сожалению, мы можем сейчас. Но, в целом, касательно осанту таза, не принимайте какое-то утверждение просто так непопробово. То есть, щупайте, что происходит? Одному надо одно, другому другое. В целом, большинству рекомендуется сжать ягодец поперечно и чуть-чуть подвернуть лобкову по спереди. Проведите такой маневр. Положите себе руки на тазовый кость сверху. Большой палец сзади, да? Какой-нибудь другой спереди. Расстояние, высота между задним и передним пальцем не должна сильно отличаться. Ну, отличаться немножко. То есть, если у человека разница в высоте ощутима, значит таз завален. Ну, это чаще всего. У нас основное нарушение осанки, смотрите, как строится. Когда мышцы не держат. Ну, можете поставить шире, если вам неудобно стоять постоянно. У нас обычно все падает вперед. То есть, таз обычно падает вперед. Чаще всего. То есть, когда мышца слабая, штонус занят лобковый, пусть падает. И происходит вот такое вот впускание передней части таза. Ребра обычно падают, плечи обычно падают, голова обычно падают. Ну, то есть, обычно все падает вперед. Иногда человек это компенсирует козы шапкатного коня, когда вы снизите минут назад. Но это реже встречается, чем полупалек. И так, если вы чувствуете, что разница большая, вам надо сознательно подобрать лобковый ось вперед. И с тех пор, пока высота переднего пальца не начнет приближаться к высоте заднего пальца. Реально? А? Понятно, что они были так. Нет, я не говорю, что прямо на одной. Ну, разница там не должна превышать полутора сантиметров по высоте. Да, то есть, вот это вот явно перепад вот так. То есть, некоторые перепады, нормально. Но, условно, сантиметра полтора. Вот. Но, у вас, если вы сильно переборщите движение низней части лобковых костей вперед, у вас поясница упластится. И это перебор, этого тоже не должно быть. Пояснички должны пройти. Растягиваем таз без сильно деформации позвоночника резкой. Что я сказал о растягивании таз? Растягиваем боковую линию. Без сильной деформации позвоночника. Продолжение следует.